На 15 дней, по данным Минсельхоза, задерживается посевная. Что это значит для дачников? Они как должны скорректировать свои посадки? Да, вы знаете, вот сейчас как раз для дачников это то время, которое за очень короткий срок нужно закончить все посевные посадочные работы. Вот сейчас мы видим с вами, что уже пробивается зеленый конус, резко пошло тепло, и поэтому, конечно, необходимо всем садоводам сегодня сосредоточиться на посадочных работах. Это плодовые, ягодные культуры, которые они хотят сейчас посадить, это нужно сделать именно сейчас. И сейчас пойдет как раз интенсивное сокодвижение, видите, с таким опозданием, да, нужно будет делать прививку, да, то есть прививать те сорта на подвои, которые им нравятся. Земля холодная и все равно короткая весна, что не стоит в этом году вообще высаживать, не успеет вырасти? Ну, вы знаете, вообще в нашей зоне нужно стремиться и всем садоводам, и огородникам выращивать ультраскороспелые и ранние сорта с малым периодом вегетации. Вот тогда, конечно, все это будет. В принципе, из таких культур, которые с длинным периодом вегетации, такие как капуста, допустим, среднеспелая, поздняя, но она успеет, потому что она холодостойкая культура, она будет расти до конца. Что касается, что успеет, а что не успеет, это зависит, конечно же, от садовода. Вот, допустим, сегодня у садоводов, у большинства есть рассада, да, это уже забег определенный в вегетационном периоде. Если это рассада, допустим, вот сейчас вот томаты, грубо говоря, мы начинаем высаживать, да, уже ближе к концу месяца, если они уже с цветами, да, с маленькими плодами, если это хорошие, большие, то они, конечно же, успеют. Ну и вообще нужно сказать, что, в принципе, успеет все. Просто нужно отметить, что появится это все позже, чем нежели, допустим, в прошлом году или позапрошлом году и так далее. Хорошо, что эффективно с точки зрения экономики выращивать? Потому что, понятно, можно посадить какую-нибудь петрушку и зелень, но ее и купить можно. Может, не такая ароматная, но точно дешевле. Или картошку, но, наверное, не имеет смысла выращивать, проще купить дешевле точно получится. А что экономически прям выгодно на своих шестисотках выращивать? Вы знаете, вот говоря о выгодности, да, вообще, конечно, экономику, как правило, садоводы же наши считают, как бы, ну, просто не считают. Почему? Потому что, вообще говоря, выращивая любую или овощную, или картофель, или плодовую культуру, мы сохраняем свое здоровье. Ведь все, что мы покупаем в своих магазинах, все равно оно выращено промышленным способом. А промышленные способы, они предназначают под собой это применение химических веществ. Как бы мы ни говорили, что это экологически безопасные продукты и так далее, и так далее, все равно здесь применялись химические вещества. Это химия. А вот что касается наших садово-огородных участков, вот здесь как раз вот та экологически безопасная, или, как говорят, экологически чистая продукция, которая как раз очень полезна для населения. Ну, а если брать экономику, то, конечно, если взять даже цены, да, то самое выгодное – это выращивать, конечно, плодово-ягодные культуры. Почему? Потому что, вы посмотрите, сколько сейчас стоит земляника, допустим, та же израильская, или та же египетская, да, или греческая, как говорят сегодня, да. То есть та земляника, которая сегодня выращивается, она, во-первых, вот попробуйте ее, она как пластиковая. А тот аромат, ведь его ничем не сравнишь, когда ты режешь свой огурец. Это аромат на всю комнату, это аромат вообще буквально сразу все бегут на кухню, почему? Потому что чувствуют запах родного российского огурца. Почему покупной не пахнет? Покупной не пахнет потому, что если мы возьмем, допустим, особенности селекции этих культур, то нужно отметить, что все-таки селекция западных гибридов, да, то есть западная селекция, направлена на сохранность и внешний вид. А почему? Потому что если мы берем эти культуры, допустим, мы возьмем страны ЕС, 38 стран, да, вот они входят в состав ЕС. И понятно, что не все 38 выращивают эти культуры и позволить себе этого не могут. И поэтому несколько стран выращивают все томаты, все огурцы и распространяют по вот этим 38 странам. Вот это интересно, да, то есть они должны хорошо храниться, иметь внешний вид, Но, к сожалению, как только селекция направлена на сохранность и на внешний вид, сразу же минусуем вкус и запах.